Мой кулинарный справочник, моя записная книжка, записная книжка домашней хозяйки, была подарена мне, моей свекровью. Когда к ней пришла племянница, дочь ее сестры, принесла такой наборчик на 8 марта, и в этом наборчике были какие-то вещи, в том числе вот эта вот чистая записная книжка, и свекровь поделила все подарочки, и мне досталась вот эта самая, по-моему, самая лучшая часть этого набора подарочного, кулинарный справочник, как он мне нравился, как я была благодарна свекрови, ну, во-первых, вот такими рисуночками, да, где такая тетя изображена, вот это, наверное, точно я сейчас, помните, как я показывала, как я йогуртом делюсь с котом, это про меня. Так, в этой книге вот такие замечательные картинки, такие классические блюда советские, вот такие картинки сами по себе иллюстрации и вкусные, и полезные, да, потому что мы одновременно учимся сервировать, накрывать какие-то такие уроки. Ну, такое, конечно, здесь все такое совковое, да, сейчас можно и побогаче что-то найти, но все равно смотреть на эти картинки очень приятно. Сама записная книжка разделена на разделы закуски, первые блюда, вторые блюда, ну, как видите, закуски у меня свободно. Здесь есть, кстати говоря, у меня есть салаты замечательные, красная шапочка. Рецепты, которыми делятся мои подруги, сама я не такой небольшой охотник, ну, в том смысле, что не охочусь. Если иметь в виду слово охота, то мне очень, конечно, охота иметь много рецептов, но вот рецепты, которые, кто из подружек увидит книжку, просит ее взять себе почитать, переписать, что-то, значит, берет себе на заметку, что нравится, и сам, если ему что-то хочется написать, он пишет. Я даже не просила об этом, я просто увидела, что мне записали рецепты, и я даже некоторые из них делала по ним. Чатни и слив, я что-то тут начала из журнала Бурда переписывать, и почему-то не дописала, хотя я его готовила, чатни и слив. Да, окрас по-бургундски тоже, выписанный мной из журнала Эль. Тоже такой потрясающий рецепт, это, в общем-то, холодец, и, как видите, это рецепт Пикассо. Почему-то у меня Пикассо написано, он может быть мастер, но где-то, в общем, по-бургундски, в общем, где-то в Бургундии снимали про это, и вот было подробно написано, и я все не поленилась и переписала, и делала по этому рецепту этот окорок, это заливное, этот холодец, в общем-то, этот изысканный холодец. Иногда салаты без названия, я называла именами тех подруг, которые мне давали этот рецепт. Кое-что, значит, взятое из смака, от гостей смака я увлекалась, когда смак был еще такой свежей передачей, взвел ее Макаревича, я писала. Где-то тут салат-закуска, моя подружка взяла почитать и оставила какие-то рецепты. Но этот рецепт я не готовила, но вот печеночный торт, да, замечательный рецепт печеночного торта, который я готовила, который мне очень нравится. Так, первое блюдо, здесь у меня есть суп, ну, этими рецептами я никогда не пользовалась, суп из тыквы, конечно, очень красивый, хотя я, как это свойственно девочкам, небольшой любитель супов, но тем не менее, вот у меня какие-то супы здесь записаны, Мачкин борщ от Елены Камбуровой. Это вегетарианский борщ, я тоже часто использую и принцип ее приготовления, когда все продукты засыпаются одновременно и по минимуму кипятятся. В общем, принцип такой, чтобы поменьше тепловой обработки, чтобы овощи максимально сохранили свой вкус. Суп из фасоли какой-то, никогда не пробовала. Фасоль обычно я съедаю так. Суп кино, в общем, тут в основном из смака. Суп грибной. И вот рецепт, которым я использовалась, и который я бы рекомендовала всем, кто хочет похудеть, жиросжигающий суп из сельдерея. Вот этим рецептом я пользовалась пару раз, честно говоря. Ну, потому что здесь все упирается в корень сельдерея. У нас почему-то в нашем супермаркете редко бывает, ну, либо не совпадает, когда он продается, мне не нравится сна, и не могу себе позволить такой дорогой продукт. Так, дальше, дальше, дальше. Раздел первое блюдо таким образом у меня остается незаполненным. Раздел второе блюдо. Начинается еврейское блюдо из кур. Это моя заловка. Принесла этот рецепт с работы, принесла его как устно. Рассказала, что поделились таким рецептом, и мы это делали. Это где вот есть рулетик из такого лапшевого теста, куда заворачивается нашинкованный лук. Мясо кур режется, мякоть куриная режется соломкой. В общем, такое быстрое блюдо, за 20 минут готовится. Очень вкусное. Мы его готовили. Оладьи из вермишеля никогда не готовила. Частенько вспоминаю, но даже не помню, что он у меня записан. Интересно. Рыба с огурцами. Так, ну в общем, таким образом, второе блюдо. Так, пицца от Доки. По этому рецепту пиццу я готовлю всегда, неизменно. Принцип использую. То есть он давно у меня же, наверное, трансформировался в мой собственный. Авторский рецепт. Ну, принцип я использую вот этот. Пицца от Дока пиццы. На Арханге какое-то замечательное узбекское блюдо. Я не знаю, знают ли узбеки об этом блюде. Это блюдо. Рецепты я подсмотрела в календаре настенно. Но то, что здесь используется курдючное сало, это выдает узбекский принцип приготовления. Ну, очень хочется здесь... Ну, это просто, напросто овощной рагу с мясом. Можно так его назвать. В общем, все эти ингредиенты нарезаются кубиками и тушатся. По-моему, последовательно добавляются, да? Это принцип приготовления узбекского блюда. Так, вот снова рука моей подружки, которая любезно поделилась со мной какими-то рецептами. Я, правда, не использовала пигоди. Корейские пирожки из дрожжевого теста, вареные на пару. Не знаю, так ли они пишутся, но вот Женя написала так. Кстати, Женечка, если ты смотришь вдруг случайно это видео, большой тебе привет. Женя как-то так вставляла. Не придерживалась той системы, той структуры. Так, у меня уже закончилось место в кулинарном разделе. Так, вот такая замечательная картинка. Видите, пюре картофельное и, по-моему, мясо нарезанное. И запеченное это в духовке. То есть поджаренное, господи, как это называется-то? Это какой-то десерт. Глинчики или мороженое. Тоже подпеченное, подрумяниное. Слово забываю. Простые слова перед камерой забываются. Подрумяниное в духовке. Так, дальше. Ну и вот десерты. И как раз десерты у меня полностью заполнены. И мне уже не хватает места. Вот они у меня десерты. И все. Остальные рецепты, ну как бы вот тот раздел, в который в основном мы записываем. Кулинарные рецепты. Ну я, по крайней мере, да, выпечка. Он у меня весь заполнен. На нем не хватило места. Пришлось перейти вот сюда. Даже на такие странички. То, что не предназначено для записи. И, кстати, у меня где-то есть еще одна книжка записная. Тоже, кажется, подаренная. Я ее не покупала. Я забываю, что у меня здесь есть свободное место. Но потому что у меня рецепты обычно десертов, выпечки. А не вот эти разделы у меня, видите, все еще пусты. Так что, вот такой обзор кулинарной книги. Если найду вторую записную книжку, то обязательно покажу. Так что, дорогие мои зрители, всем желаю приятного аппетита, во-первых. Здоровья, счастья, успехов, удачи. Пока-пока. Ваша Аюна. Субтитры сделал DimaTorzok